Давайте я уже скажу страшную-страшную вещь. Там есть люди, не будем показывать пальцем, которые считают, что Украина к октябрю или к концу этого года должна потерять боеспособность. Знаете, для чего? Чтобы соблазна не было бежать до границ 91-го. С нами же это уже делали дважды. И чтобы мы были более сговорчивы. С нами это делали дважды. Первый раз. Иловайск. Я хорошо помню эту ситуацию, когда на подъеме народ побежал с палками освобождать получили котел «Разгром шок». И Минск один. Это позволило относительно бескровно подписать Порошенко. И вторая ровно та же спецоперация с Дебальцевым, из которого выскочили наши войска только благодаря вот этим горизонтальным связям. А при чем тут американцы? Американцы не при чем там говорят. Я не говорю сейчас, что при чем здесь американцы. Я говорю, что технология ровно та же самая. То есть, когда нас недовооружил под стандарты НАТО, кидают вперед бегом на наступление. А может быть цель настоящая такого китка, чтобы украинцы увидели разрыв. Слушай, нас никто не кидает. Мы можем не наступать. Можем не наступать? Можем. Нас не кидали. А зачем наступать? Я прошу прощения. Мы наступаем, потому что мы сами хотим усидеть в стратегической позиции. Тогда президент как-то оправдывается публично, что вот у нас действительно не очень высокие темпы. Потому что 9 месяцев надавали сверх ожидания у народа. Сверх ожидания. Ну потому что действительно, смотри, передавили с пропагандой, сформировали у людей завышенные ожидания. Теперь эти завышенные ожидания не реализуются. У наших людей и естественно на Западе. На Западе они же вообще смотрят это же реалити-шоу. Они не очень уже смотрят, честно говоря. Я вам скажу, что смотрите, вот у нас появилось на самом деле неплохой уровень стратегической игры. Опять же, откуда? Из Генштаба. Залужин решает нерешаемую задачу фактически сейчас. Он ведет наступление так, чтобы первое, и решить задачу выхода, перерезая из холодного коридора и сохранить к этому моменту боеспособную армию. Чтобы она вся не потратилась. Потому что не все, прямо скажем, в этом мире хотят, чтобы мы сохранили боеспособную армию к октябрю, когда нас надо сожрать за золоперевор. Так вот он впервые решает эту задачу, которая сформулирована, отчетливо понятая. Я только хотел возразить, когда вначале говорили, но решил выспаться, о том, что в любой стране, когда вы еще не заговорили о Генштабе, всегда все равно есть орган стратегического планирования. Даже в самом Бантустане. Генеральный штаб. Но тем не менее. Так вот, Залужин решает сейчас очень сложную задачу. Я думаю, что он решает в паре с президентом, в любом случае, с офисом. Он решает задачу, то есть это коллективное решение нашего военно-политического руководства, перевезы с хопа на коридор в Крым для выхода на тот момент, когда нас будет принадлежать к переговорам и сохранение боеспособной группировки как главного аргумента. Потому что если мы выйдем, перережем, но лишимся боеспособности, то торги будут совершенно иначе и получим совершенно иначе. Поэтому наступление идет так, как оно идет. Оно идет чуть-чуть медленно, тщательно и так далее. Но там есть хорошие подвижки за крайние недели. Мы решим эту задачу. И я думаю, что мы даже сохраним боеспособность. По крайней мере, мы сохраним оперативные резервы, которых не будет у русских к этому моменту, потому что они вводят их сейчас. Им надо для того, чтобы получить резервы, нужно так месяцев 6-9, не меньше. То есть следующая весна. Но они их получат, потому что это гонка потенциалов, они их получат больше, чем мы, если НАТО не решит нас, ну, американцы, не решит нас накачать оружием по самому я не могу. И это как аргумент у штатов остается. Они говорят, ребята, ну если вы такие совсем русские, не меняемые. Это же был повтор ситуации. Мы освободили Херсон. На самом деле, мало кто знает, но до 2 месяца поставки провисли очень сильно после Херсона, после ноября. И им предлагали, русские, по моей гипотезе, мягко говоря, предлагали, заткнитесь со своим зимним наступлением, давайте мириться. Опять осенью. Путин сказал, нет, будет большое зимнее наступление. Тогда поставки возобновились. Но поскольку НАТО не совсем было готово, у них самих боеприпасов, не хватало оружия, техники и так далее, они 9 месяцев нам поставляли, дали возможность, обучали, дали возможность россиянам закопаться. Вот и так далее. Сейчас мы по сути в тот же цикл. Путин говорит, мы зиму будем готовиться, на весну пойдем. Они говорят, пацаны, будет 300 F-16, если так, и все атакамсы мира. Не надо вам этого. Не надо. Ну и нас они, в силу нашей определенной невменяемости, как Юра говорит, как они считают, мало предсказуемости и неуверенности, что мы будем делать дальше. Как бы, да, без стратегического опыта, у нас большой армия, с большим, с боевым опытом. Они пытаются и нас маршрутизировать. Они всех честно маршрутизируют